Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гордиенко, я полдэнсер, а также организатор и идейный вдохновитель в студии танцев на пилоне Полдэнс Рум в городе Харькове. В студии и мне в частности задают множество вопросов, поэтому мы решили создать такую рубрику «Задай вопрос Татьяне Гордиенко». Я и мой супер-ассистент Енот будем отвечать на ваши вопросы каждую среду и в пятницу выкладывать видео. Поступил первый вопрос от Алены Хадасевич, и учит он следующим образом. Таня, как ты преодолеваешь страх и делаешь трюк, который было страшно делать? Мне помогает время и количество вылетов, количество вылетов в выступлении. Несколько было таких трюков, которые реально страшно было выполнять. Это в первую очередь Гейнер с Альто Спиона в контуртемп. Первые четыре раза на сцене я прощалась с жизнью, когда я его пыталась сделать. Со временем наступает какая-то дерзость, и уже спокойнее относишься, привыкаешь, что это ты, ты это, в принципе, делаешь по технике, всё нормально. И что же может случиться, если технически ты 10 раз из 10 его выполняешь безопасно. Может, не идеально, но безопасно. И ты к этому привыкаешь и делаешь хорошо. Мало того, когда вам страшно, это может быть действительно свидетельством нехватки, возможно, сахара в крови или усталости, или того, что реально сегодня, наверное, этот трюк делать не стоит. Потому что, скорее всего, вам или сил не хватит, или чего-то другого, и надо выспаться и прийти в зал на следующий день и уже сделать это в следующий раз. Теперь вопрос от Евгении Дмитриевой. Здравствуйте, Татьяна. Подскажите, пожалуйста, как выйти в этот элемент? Из лица на дальнюю. Делаем с правой стороны дыма, но лица на дальнюю правой дыма. Подтягиваемся, размещаем на дальнюю правую ручку, ставим ножку и разворачиваем. Первую ножку сгибаем и висим. А вот по вопросу от Любы Гржмала. Таня, как тебе удается сохранить спокойствие во время выступления чем-то надо? На самом деле мне не удается. Я всегда очень-очень-очень нервничаю. Только, может, последний год у меня появляется какая-то уверенность на сцене и желание что-то показать. До этого все время было очень много нервов. Но иногда просто зрители или какие-то восторженные взгляды каких-то людей они заряжают, и ты отдаешь энергии больше, и получается лучше и более уверенно выступать. Любая Гржмала, я дала нам еще один вопрос. Таня, а как твой муж относится к тому, что ты так много тренируешься с Дмитрией Эпидотовым? Позитивно. На самом деле очень позитивно. И у нас даже была недавно такая ситуация с Пуларт-Италией. Мы не успевали подготавливаться. У нас было ограниченное количество времени на получение визы. Оказалось, что мне надо второй паспорт получать. Было очень много проблем с постановкой. Не хватало времени вообще катастрофически. И именно мой муж был инициатором того, чтобы мы все-таки поехали, подали документы, все сделали, все успели. Следующий вопрос от Юлии Желакин. Сколько нужно тренировать, чтобы стать Татьяной Годиенко? Привет, Юля. На пилоне я с 10-го года. Это уже лет 6. По жизни я занималась разными направлениями. Не всегда успешно, не всегда профессионально, но всегда что-то было. Чтобы стать Татьяной Годиенко, надо такой родиться. Но вы всегда можете стать с собой. И, возможно, это будет даже лучше. Следующий вопрос задала Анна Цыгаль. Вот вопрос. Таня, как ты пришла в мир полдэнс? Меня привела в мир полдэнс подруга. Я занималась каким-то шейпингом, еще чем-то в этот период своей жизни. И все. И подруга решила взять меня на танцы. Мне, собственно говоря, казалось, что уже все закончилось для меня. Все танцы, все гимнастики. Уже пора идти на пенсию. И подруга привела меня с собой чисто для развлечения в школу танца на пилоне Аль-Ур. И у меня появились какие-то успехи. И начало получаться. Трюки быстро учиться. Растяжка, в принципе, уже была там какая-то. И с этого все пошло. Уважаемая Катьяна, поделитесь вашими впечатлениями о первом серьезном выступлении. Ну, я надеюсь, что имеется в виду полдэнс, потому что были и другие выступления. И там тоже очень много чего веселого, интересного происходило. Вот. А насчет полдэнса, именно серьезное, не внутришкольное мероприятие. Первое у меня было в 2011 году в Киеве. Оно было организовано Ольгой Полищук. И все было как в тумане. Я быстро-быстро сделала много-много трюков. Не было никакой ни концепции и идеи, понимания того, что происходит со мной на сцене. В номере я тогда поставила сама, без хореографа. Это было заметно. В общем, это была очень смешная история. Начало пути. Наверное, это все впечатления. А мы попросим еще одну любимую вальчук. Таня, два девочки в чате шутили о питании. А если серьезно, соблюдаешь ли ты особый рацион? Ну, честно говоря, не соблюдаю по жизни. Но иногда специально для каких-то мероприятий я худею. И тогда я ем яблоки, тунца, кефирчик и все. Много кофе. Очень много кофе. Да, я всегда пью безумное количество чашек кофе в день. Вот еще один вопросик на тему питания от Яны Бартфол. Танюш, любишь ли ты готовить, если на это время? В какой кухне отдаешь предпочтение? Какое твое любимое блюдо? И какое твое коронное блюдо? Ну, если ты готовишься, тебе совет. Привет, Яна. Ну, я очень люблю тунца. И очень много пью кофе, опять же. Вот, насчет приготовления пищи. Ну, сейчас я очень редко готовлю. Хотя у меня был такой год. Первый год после свадьбы в моей жизни. В который я готовила каждый день по три часа. А насчет коронного блюда, которое именно я умею готовить, наверное, это какой-нибудь вот борщ. Да, вот у меня целый ритуал по теме борща. Возможно, еще какие-то блюда, которые требуют креатива и вот длительного приготовления. Да, там всяких там наваров, отваров и прочего. Ну вот, любимый вид кухни, наверное, грузинская. Теперь вопрос от мужской половины нашего полданс-рума, Толика Каламайка. Вот, Таня, как ты считаешь, можно ли совместить полданс и тренажерный зал? Привет, Толик. Я считаю, что в принципе, как бы можно. Лично мне это вообще идея не нравится, потому что забивает мышцы тренажерка, тяжелее тянуться и так далее. Мне кажется, круче подкачиваться какими-то вещами, которые будут полезны на пилоне сразу же. То есть можно там ходить еще дополнительно на полотна, может, на какие-то направления, которые воспитывают и увеличивают выносливость, там, типа, возможно, какого-то кросс-хита или акробатики. Толик задал еще один вопрос. Он хотел бы спросить, как правильно тянуть спину, как часто, можно ли каждый день без особого фанатизма или лучше раз в два-три дня, но хорошо? Насчет спины и гибкости я всегда говорю, что гибкие люди – это люди, которые умеют чувствовать свое тело и, в принципе, по сигналам, которые подает организм, эти самые гибкие люди понимают, стоит ли его сегодня тянуть или, может, лучше дать ему период на восстановление какое-то и потянуть завтра или даже послезавтра. Какая-то легкая нагрузка, без фанатизма, разминка для организма ежедневная, она всегда полезна. Если вы хотите именно растянуть спину, то действительно вам нужны какие-то более серьезные комплексы. У меня есть несколько видео, которые вам могут помочь. В конце видосика будут ссылочки. Финальный вопрос на сегодня от Елены Кроминой. Она хочет увидеть фотографию продольного шпагата в двух стульях. Да, конечно, вот она. Пишите, пишите, задавайте вопросики про полдэнс, про чемпионаты, про все, что хотите. Мы очень ждем. Продолжение следует...